20 лет назад представители церквей европейских стран и Уральского региона организовали миссию, которую назвали Урал. За это время иностранные гости много раз посещали Шадринск. На прошлой неделе миссионеры вместе с прихожанами Спасопреображенского собора встретили праздник Преображения Господня, после чего организовали семинары и тренинги. Будем встречаться с пастырями, навещать разные церкви. Когда мы встретимся с пастырями, наш тема будет «Прея». Когда мы будем встречаться с пастырями, темой нашего разговора будет молитва. Мы будем обсуждать, как церкви могут поддерживать население разных областей через молитву. Люди сталкиваются часто с разными проблемами. И мы верим, что, молясь за людей, мы можем помочь им решить эти проблемы. День Христа – так назвали это мероприятие европейские миссионеры. И уже провели его в Финляндии и Эстонии. На Урале верующие встретились в двух городах – Шадринске и Каменск-Уральском. Давайте мы помолимся. Помоги нам, чтобы мы не остановились на этом перекрестке. Я благословляю каждого служителя, их недома, их семьи, их жен, детей, имущество, работу, труд. И как бы кто пришел, и кто еще должен прийти. Благослови наших братьев и сёр и нашего брата. На этой неделе мы вместе работаем с поместными церквями. И очень важно, чтобы мы не только трудились, но еще и молились на благо наших стран. И также очень важно, чтобы верующие любили свою собственную страну. Нет, второй раз в Шадринске. Я здесь был предыдущей весной. Мне нравится город, мне нравится вот эта открытость. Также я очень много видел молодых семей, и именно родителей, играющие со своими детьми. И люди очень дружелюбные. То есть таким образом я просто собираю все эти улыбающиеся лица. Миссионер из Финляндии по профессии школьный учитель. Сначала он обучал маленьких детей, сейчас работает со взрослыми. И называет себя тренером. А в День Христа и было организовано молитвенное собрание. Мы считаем, что это действие Бога. Бог побуждает людей в разных странах, в сердцах их, делиться тем, что в их сердце, тем, что Бог сделал в их жизни. Идти к людям, говорить им о том, что Бог может изменить жизнь многих людей. Многие из нас, скажем так, давно работают, вместе сотрудничают. Уже больше 20 лет, а некоторые приехали или приглашены в первый раз. Их Бог побудил, чтобы приехать сюда и снова, может быть, что-то сделать. Есть время, то, что открываются двери. Здесь в Шадринске дверь открылась. Для народа своего сотворил сей день, благодарность любви Господу твое. Ходит Божий, да то, что самословие, и славою во дворы найдет. Для народа своего сотворил сей день, благодарность любви Господу твое. Сейчас за столом люди обсуждают, как сделать жизнь в России лучше, как сделать так, чтобы были отношения между всеми церквями, чтобы организовать молитвы, чтобы все люди были покрыты молитвой. И идея этого проекта состоит в том, чтобы организовать это молитвенное покрытие от деревни к деревне, от города к городу, чтобы все люди, за всех людей молились, чтобы это была молитва от сердца к сердцу. И сейчас они за столом обсуждают вопросы, как это сделать лучше. Самая главная идея, которая стоит за этим проектом, это состоит в том, как мы можем благословить Россию, русских людей. Последний день миссии «Урал» состоялась презентация книги швейцарского автора. Ханс Петер Ньюиш посвятил свой труд жизни известных евангелистов о Грэм. И здесь рассказывается о том, как он и его жена изменили этот мир через Евангелие. И наблюдая за их жизнью, в этой книге Ханс Петер Ньюиш выделил 10 качеств лидеров. И мы надеемся, что эта книга, она вдохновит христианских лидеров здесь, в этой стране. 24 августа миссионеры отправились в Каменск-Уральский, где также состоится День Христа. Продолжение следует...